В минувшее воскресенье на базе детско-юношеской спортивной школы номер 4 состоялись соревнования по спортивному туризму, посвященные российским военнослужащим, принимающим участие в зоне специальной военной операции. Новошахтинские туристы принимали гостей из Зернограда и Семикаракорска. Соревнования проходили на двух дистанциях – пешеходная личная и пешеходная связка. Мы соревнования проводим у себя уже не первый раз. Мы проводим связки сегодня для малышей личку. Сейчас участников больше сотни. От нашей команды сейчас здесь 52 человека, по-моему, ребят. Замедаливают, медали будут и грамоты будут. Воспитанники туристского клуба «Мечта» в группе 2011 года рождения и младше в личной технике забрали первое, второе и третье места. А в группе 2010 года рождения и старше все награды забрали гости – спортсмены из Зернограда и Семикаракорска. На дистанции связки соревновались спортсмены 2010-2011 года рождения. И по итогу наши туристы взяли первое и второе места, а третье место завоевали ребята из Семикаракорска. В группе 2008-2009 года рождения – первое, второе и третье места у наших мечтателей. А в группе 2007 года рождения и старше – первое место у спортсменов города Новошахтинска, а вторыми в этой группе стали туристы из Семикаракорска. Но главным событием соревнований было не только награждение победителей, но и передача писем военным, находящимся в зоне специальной военной операции. Писем с добрыми пожеланиями и словами поддержки, написанных ребятами. Спасибо им большое за то, что они воюют за нас, за мирное небо над нашей головой. Спасибо. И вообще за то, что они есть. Большое им спасибо. Я желаю им уверенности в себе, никогда не сдаваться, чтобы они знали, что их ждут дома. Чтобы они выиграли. Запомни, были живыми и вернулись домой. Целыми невредимыми вернуться домой, поскорее бы это все закончилось. И всего самого наилучшего. Чтобы у них было много сил и вернулись своим семьям. Ну я написал поздравление, чтобы они вернулись домой живыми. И поблагодарил за то, что мы здесь живем хорошо. И у нас здесь нет войны. Спасибо им большое, что они воюют за мирное небо над нашей головой. Я говорю, ребята, вот понимаете, мы с вами можем заниматься спокойно, потому что там нас защищают. Спасибо.